20-е числа первого весеннего месяца в нашем городе – это не только время пробуждения природы, но и дни, когда вспоминаются сороковые пороховые. Благодаря воинам Красной Армии, станица Славянская была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Это хорошо помнят в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца. На торжественном мероприятии, которое состоялось в преддверии 76-й годовщины освобождения районного центра от фашистов, в школе говорили о том, как начиналась и проходила самая кровопролитная в истории человечества война, которую в России называют Великой Отечественной. Всем нам нести и память, и вину сквозь слезы, пустоту, дымы пожарища, сквозь кладбище, где каждый колн товарищ, сквозь боль, руины, шрамы черных сгарищей, за тех, кто не прорвался сквозь войну. Более восьми месяцев станица Славянская была под оккупацией жестокого неприятеля, и очень сладок для всех был день освобождения. Мы хотим, чтобы яркое солнце светило, чтобы с ней всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Нужно помнить имена героев Великой Отечественной войны и всех войн за свободу и независимость нашей Родины. В рамках акции «Имя героя» старшеклассники рассказали о великом русском полководце Александре Суворове. Главным в военном искусстве по Суворову были глазомер, быстрота и натиск. Под глазомером он понимал умение оценить обстановку, проникнуть в планы противника и найти его слабые места. Дорогие ребята, у нас стало доброй традицией в этом году присваивать имена героев. Героев прошлых лет, героев наших дней, нашим классом. И вот сегодня 10-й П защищал имя своего героя и представил нам великого человека, которого знает, конечно же, каждый, начиная от самого маленького. Это Александр Васильевич Суворов. Вымпел имени Александра Суворова был вручен десятиклассникам. За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни учащимся старших классов были присвоены кадетские звания. Особо отличившимся вручили нагрудный знак «Казак России». В числе награжденных знаком был Владислав Погребной. Сегодня в нашей школе прошло мероприятие, посвященное освобождению Станицы Славинской. Для нашей школы это очень важное мероприятие. На нем мы показали героев своего класса. Мы выбрали Суворова. В колецких классах мы подробно изучаем историю не только всей России, но и Кубани, потому что мы должны знать историю своей родины, историю места, где мы живем, для того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Да, те, кто хорошо знают наше славное прошлое, увереннее ориентируются в настоящем и смотрят в будущее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».